На этих кадрах правозащитник из Астаны Талас Сагимбаев пытается пройти через оцепление полицейских. Столичные стражи порядка без объяснения причин не выпускали юристы с его подзащитным из здания суда. По словам Сагимбаева, подобный беспредел со стороны полиции, явление в Казахстане будничное. Полицию нужно срочно реформировать, уверен правозащитник. Здесь надо в правоохранительном городе делать большую чистку, большую стирку надо делать, если уж на это пошло. Это третье и четвертое. Сегодня надо полицейских, как в Штатах, как везде, научить. У них нет ответственности. Точное количество полицейских в Казахстане – информация закрытая. Официально в стране на каждые 100 тысяч человек приходится 444 полицейских. Это больше, чем в Украине, но меньше, чем в России. Среди казахстанских силовиков именно полиция зарекомендовала себя как наиболее коррумпированная структура. Зачастую сотрудники МВД ведут себя так, будто не подвластны даже аккорде. Сегодня, к сожалению, Назарбаев тоже стал заложником от таких беспределов правоохранительных народов. Он никуда не ушел. Он тоже гражданин этой страны. Он такой же заложник, как и мы все остальные от безграмотных действий этих полицейских. Тем не менее, именно полиция является главным инструментом президента Назарбаева для усмирения инакомыслящих, расправы с политическими оппонентами и запугиваний гражданских активистов. На что способна отечественная полиция, казахстанцы увидели в декабре 2011 года, когда силовики расстреляли безоружную толпу бастовавших нефтяников Жанаузена. К слову, этим летом парламент Казахстана намерен утвердить закон, согласно которому полиция может применять оружие в отношении гражданских без предупреждения.